Идея о том, что сокращение потребления пищи или ограничение калорийности замедляет процесс старения и продлевает жизни у самых разных животных – это один из столпов геронтологии. Голодание, ограничение количества калорий и ограничение количества конкретных нутриентов – это разные протоколы и разные диеты. Но в массовой культуре почему-то голодание – это равно долгая жизнь. Его участники голодают по двое с половиной суток, отчего работают более эффективно и чувствуют себя при этом прекрасно. Слушай только того, кто хорошо выглядит, кто хорошо себя чувствует. В начале 20 века Осборн и его коллеги сообщили о том, что в самке крыс с задержкой роста и задержкой полового развития жили дольше нормальных крыс. Возник вопрос, почему это происходит? Так зародилась идея о том, что количество съеденной пищи и рост массы тела может повлиять на жизнь животных. 1935 год, зарождение темного времени мировой истории, тяжелые времена и мир на грани войны. Маккей и его коллеги решили детально изучить этот вопрос. Они использовали ступенчатый метод кормления лабораторных животных. Кормили так, чтобы крысы не попадали в выраженный стресс от ограничения в еде. И также могли расти в среднем со скоростью 10 грамм массы тела в 2-3 месяца. И было обнаружено, что только у самцов, но не у самок в таком режиме возрастает продолжительность жизни. В подобных исследованиях животных, которые находятся на ограничении, нужно с кем-то сравнивать. И для этого существует группа животных, которые питаются по собственному усмотрению. Контрольная группа. Их тип питания называется Adlibitum. Одних контролируют, других нет. На видео, снятом в лаборатории, разница между двумя группами очевидна. С одной стороны мыши, которые голодали. Они выглядят совершенно здоровыми. Они активно двигаются, поведение нормальное, органы не повреждены. С другой стороны мыши, которые питались как обычно. Только 35% из них выжили. И еще в далеком, в 1935 году авторы побоялись делать громкие выводы. И ученые подчеркнули, что крысы, с которыми сравнивали голодающих крыс, это контрольная группа, могут подвергаться негативному воздействию на здоровье из-за ожирения. Кормление по собственному желанию Adlibitum делало крыс толстыми и повышало массу тела. Более того, во время эксперимента случайная поломка в системе отопления дала ученым новую пищу для размышлений. Голодающие крысы были, мягко говоря, не в тонусе. И просто погибали из-за того, что не могли выдерживать низкую температуру в помещении, в лаборатории. Проще говоря, голодающие животные не адаптировались к изменениям окружающей среды. В отличие от животных, которые не голодали. В 1961 году Росс и коллеги показали, что в раннем возрасте, когда крыса только начинает расти и развиваться. Необходимо высококалорийное питание, высокобелковое питание и высокоуглеводное питание. Такие диеты без ограничения калорийности полезны для животных. Они позволяют крысам быстро развиваться. Такие крысы имели низкую смертность в сравнении с теми, что имели мало белка и мало углеводов на первых этапах жизни. Во второй половине жизни, наоборот, те крысы, что имели ограничения, жили дольше, чем их коллеги, которые не отказывались себе в пище. Вывод сделан был простой. Когда организм растет, высокое потребление питательных веществ снижает смертность и оптимально для развития размножения. А во второй половине жизни, наоборот, сокращение калорийности снижает смертность. Это важный тезис, поскольку некоторые даже своих детей сажают на низкокалорийные диеты и вносят в их жизнь практики голодания. Друзья, всем привет! Это второй канал проекта СМТ Научный подход. Здесь мы публикуем выжимки из основных роликов. Данный формат называется «По полочкам». Несколько минут по самым главным темам. Также на канале вы можете найти переводы зарубежных материалов в сфере доказательной медицины, различные курсы и много чего полезного. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Если у вас есть предложения по новым роликам, оставляйте их в комментариях к видео на YouTube.